Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Прежде чем объявить тему сегодняшнего урока, я хотела бы вам прочитать стихотворение. Ты течешь, как море широка, И неторопливо, и строга. И как будто два материка Друг на друга смотрят берега. И опять, весло держа в руке, Я встречаю над тобой рассвет. И чешуйка рыбы на песке, Мне дороже золотых монет. Вот такое прекрасное стихотворение написал Роман Ругин. И хотела бы я у вас спросить, какая тема сегодняшнего урока, Надежда? Великим. Серьезно, пожалуйста, сегодняшнее число, 11, 10, 12 год, и тема урока, Великим. Сегодня на уроке мы с вами узнаем, что такое река, как реки зависят от рельефа и климата, и как человек использует реки. И первый вопрос сегодняшнего урока, что такое река. Давайте с вами сделаем определение и вставим пропущенные слова в определение. Или, пожалуйста, природный или естественный. Это природный или естественный водный поток, текущий в вырубленном им углублении. И, Саша, как это углубление называется? Русли, молодец, реки. Русли, реки. Артем прочитает определение еще раз. Река – это естественный водный поток, текущий в вырубленном им направлении русли реки. В вырубленном им углублении русли реки. Мы с вами переходим ко второму вопросу сегодняшнего урока, как реки зависят от рельефа и климата. И первое, о чем мы поговорим, это зависимость рек от нерельефа. Обратите внимание на две реки. Каким образом они различаются, Максим? Первая река – она течет по равнине, поэтому я считаю, что она называется равнинной. Молодец. Следующая река – видно, что по большим камням, что это горы, и поэтому, мне кажется, эта река будет называться горной. Действительно, вот эта река у нас равнинная. Мы с вами видим и по характеру рельефа, и по особенностям течения. А рядом река, представленная на фотографии, это горная. Здесь такие мощные потоки, воды, скалы и камни. Давайте с вами посмотрим исследования, проводимые нами на реке Лыбить. И попробуем ответить на вопросы, обозначенные на доске. Давайте с вами подумаем. А где мы можем встретить эту загадочную реку Лыбить? Илья, где еще можно увидеть? Где цирк. Где цирк, молодец. То есть, когда мы находимся в цирке, мы находимся в русле реки. А еще, где река протекает, Паша? Возле центрального рынка. Молодец, возле центрального рынка. То есть, по сути дела, когда мы с вами гуляем по центральному рынку, когда мы с вами находимся в цирке, мы с вами находимся в русле реки. И она там даже до сих пор протекает. Ну, где она протекает? Саша. Она протекает в трубу. Молодец. И вот мы проводили исследование в районе Примляжи, центра города. Прежде чем провести исследование, требуется обязательно определить территорию нашего исследования. Стандартно ее берут 15 лет. Что можно определить с помощью плота? Скорость течения. Скорость течения. Замечательно. Скорость течения равна 0,5 метров в секунду. Естественно, мы все с вами бережем природу, к ней относимся очень внимательно. И поэтому мы не можем в русле реки оставить наш плот, и мы его задираем назад. Все дома отвечаются. Из-за погодных условий, потому что удобнее было дорого, мы померили ширину реки, находясь на мостике. Ширина получилась 4 метра 75 сантиметров. А что можно измерить вот этим загадочным прибором? Илья. Прозрачность замечательная. И Эля? И глубину. И глубину. Молодцы. Но с первого раза нам не хватило веренки, поэтому нам пришлось проводить измерение стороной. Глубина реки 25 сантиметров. А прозрачность ее была всего лишь 5 сантиметров. Представьте себе, что в 19 веке в реке Лыбить можно было доходить до территории современного центрального рынка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, какие порожки встречаются. Может быть, все-таки река у нас горная, протекает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, она не горная, так как она находится на равненной местности, и скорость течения у нее небольшая. И даже скорость течения, он вспомнил в плане. И скорость течения у реки на самом деле небольшая. Поэтому мы с вами можем сделать вывод, что это не горная река. Давайте с вами попробуем ответить на второй вопрос. Как измерятся основные показатели реки, если исследование проходит летом в солнечную погоду, Маша? Мне кажется, что если проводиться следуем летом, то глубина реки будет меньше гораздо, так как вода испаряется в виде температуры. Молодец. Еще, как, Павел, изменится? Попробуем прозрачность этой реки. Замечательно. Почему прозрачность? В связи с испарениями. И еще? При дожде дождь смывает грязь и вверху, и от этого вода становится вверху. Да, все вверху. Еще бы изменилась ширина реки в связи с теплой погодой и испарением воды. Снова в связи с испарением. Подумаем, каким же образом климат оказывает влияние на наши реки. И вспомним с вами нашу АКУ, которая протекает на территории Рязанской области. Обратите внимание на то, что мы с вами знаем из жизненного опыта, что она меняет количество воды по сезонам года. В какой сезон года наблюдается самое большое количество воды в реке, Саша? Весной. Весной. Верно. Почему именно весной, Илья? Потому что тает лед и снег, и весь снег растает, но он стекает в реку, и тем самым увеличится объем реки. Еще 8 в связи с падками и соседей воздождением. Нет, а самый высокий подъем воды в какое время? Весной. Самый высокий, все-таки весеннее, во время разбива. Как называется это явление на реке, Саша? Половодие. Это явление называется половодие. Максим, так что же такое половодие? Половодие это сезонное явление, которое происходит зимой, когда тает снег. Как это зимой? Половое весно. В которое происходит в весеннее время в связи с таянием снега. Оно ежегодное или оно не ежегодное? Артем. Оно ежегодное. Оно ежегодное. Оно ежегодное. Все, нет. В какой сезон года наблюдается самый низкий уровень воды в реке? Зимой. Так как лед на поверхности воды, зимой лед. И река питается только подводными источниками. Подземными. Подземными источниками. Молодец. А в летнее время, Саша, как изменяется уровень воды? В летнее время он изменяется, когда происходит испарение. И он еще летом, у него двойное питание. Дождевое и подземное. И подземное. И как же изменяется уровень воды? Увеличивается или уменьшается? Он уменьшается. Уровень воды, верно, уменьшается. Какое явление мы с вами наблюдаем в осеннее время? В осеннее время бывает паводок. Молодец. Связан он с чем? Ну, с дождями. Потому что осенью много дождей. Замечательно. Паводки, это ежегодное явление на реке? Да. Ежегодное явление. Как, Максим, считай? Я считаю, что не ежегодное. Это зависит от количества осадков. Ведь может быть, что осень будет теплая, и в ней будет мало дождей. Все верно. Не всегда бывают у нас осадки осенью, поэтому не всегда у нас наблюдается паводок. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. У вас представлена фотография нашей с вами реки Аки. Как раз в летнее время. Подытожим, какие бывают у реки виды питания. Снеговое, дождевое, подземное и ледниковое. На нашей с вами реке мы можем наблюдать практически все виды питания, за исключением ледникового. Так какой тип питания характерен для нашей реки? Дождевой тип питания. Дождевой тип питания, он считает. Маша как считает? Мне кажется, что на нашей реке можно увидеть смешное питание. Молодец. И последний вопрос, о котором мы с вами поговорим сегодня на уроке. Максим уже готов о нем поговорить. Как человек использует реки? Для выработки энергии. Для этого он строит специальные дамбы на реках, которые называются гидроэлектростанции. И строит турбину, который вращается в турбину. Как раз называется гидроэлектростанция. Молодец. Для обстановления. Для обстановления. Например, когда природу смотришь, тебе это тоже обстановление. Для обстановления. Замечательно. Парень. Еще используют для судаходства. И для того, чтобы плода не проникала в города, строят большие плотины. Строят плотины. И обязательно для судаходства. Вася. Еще реки используют для рыбной ловли. Для рыбной ловли. Молодец. Еще для чего? Для Василии. То же самое, да? Что буду использовать для орошения земель. Для орошения. Алина, что хотел сказать? Алина, если мы используем реки для отдыха. Молодец. Еще реки можно использовать для транспортировки грузов. Посмотрите, пожалуйста, каким образом человек может использовать реки. Все вы правильно назвали. Молодцы. И для судоходства, и для рыболовства, и для отдыха, и туризма, и строительства гидроэлектростанций. А еще, как правильно сказал я, человек использует реки для вдохновения. Я хотела бы вам дать послушать отрывок произведения Ивана Штрауса над водами Дунай. Скажите, пожалуйста, какие образы, какие картинки представляете себе, слушая произведения Ивана Штрауса? Я представляю себе ручку, которая потихоньку набирает скорость течения. И потом быстро спускается на камни и разбивается, и волны разбиваются об них. Замечательно. Что себе представляет Вау? Я представляю себе что-то спокойное. Река, где речит река, там очень красиво. Вдохновение поэты. Снова один. Какие образы представляете? Я, когда слушаю эту музыку, мне представляется весеннее копейки, когда все тает, и сосудик падает, капельки лаваны. Прекрасно. Такие замечательные образы рисует вам произведение, незабываемое произведение Ивана Штрауса. Так вот, на сегодняшний день главным богатством страны являются не природные ресурсы, не климатические особенности, не замечательные плодородные почвы. На сегодняшний день главное богатство страны – это богатство чистой водой, чистой пресной водой. А для человека это очень важно. Ежедневно нам требуется вода. И я вам хотела бы пожелать, чтобы вы так относились к природе бережно. Не как воспринимали это как свою обязанность и как необходимость, а чтобы для вас стало бережное отношение к природе именно образом жизни. И может быть тогда, приезжая отдыхать на Лику или озеро, мы с вами перестанем датыкаться на груды мусора, оставленные другими отдыхающими. И может быть тогда будут в прошлое те пятна на воде от бензина, когда моют машину. И может быть тогда, уважаемый седьмой класс. Любая река для нас станет прекрасным, хорошим. Урок закончен. Спасибо вам большое за урок. Отдыхайте, пожалуйста. Нам очень понравился урок и презентация была великолепная. Мы рады, что у нас такой замечательный, хороший, добрый учитель. Спасибо, Татьяна Викторовна. Очень понравился урок. Презентация хорошая. Нам даже понравилось, когда мы ездили на Лыбит, нам очень понравилось. Правда, жало, чтобы была дождливая погода. Если дождя не было, то было бы, конечно, еще лучше. Мы бы точные результаты показали. Урок очень хороший. Мне понравилась тоже презентация очень хорошая. Очень много чего интересного. И видео тоже понравилось про реку Лыбит. Мне очень понравился урок. Мы узнали очень много. Вспомнили, что означает речка. Я узнала, как измеряется скорость течения реки. И мне понравилась презентация. Мне очень понравился урок. И то видео, когда мы были на Лыбиде, нам очень понравилось, потому что мы там и смеялись, и работали. И работа не была в тягости. Мне там тоже очень понравилось. Особенно мне понравилось, как мы измеряли скорость течения реки. Большое спасибо Татьяне Викторовне. Мы очень любим ее уроки. И дальше будем отлично готовить задания. А мне очень понравились картины с реками. Музыка понравилась. И мы хотим сказать большое спасибо Татьяне Викторовне за очень интересный и познавательный урок. Спасибо большое. Мы много узнали. Татьяне Викторовне. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Подождите. Не садитесь. Садитесь. Смотрим, куда? На учителя. Три, четыре. Садимся. Музыка. Итак, прежде чем объявить тему сегодняшнего урока, я хотела бы вам прочитать стихотворение. Замынется. Много. Ставим, ждем две секунды и говорим еще раз. Половодие. Это явление называется половодие. Максим, ты что же такое половодие? Опять. Две секунды ждешь. Половодие. Это сезонное явление. Ставим, 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 ставим. Привычка, да? Лидия Ленина заменяется. Пересним. Да нет. Смешанный молодец. Виквитали. Маша, отбейте еще разочек. Ставим. Еще разок то же самое скажи. Как называется? Боже мой, я не могу. Боже мой. Я не могу. Я не могу. Продолжение следует...